Всем привет! Это игра Sky Saga, с вами Нильф Горн, третью часть ЗБТ, по-моему, по-моему, да, третью часть ЗБТ, и продолжаю в неё играть. Она будет длиться со 2 по 9 апреля, я постараюсь каждый день выпускать по одной серии, хотя бы, то есть походить, зачищать данжи территории, так что поехали потихонечку, потому что у меня куча заданий, которые нужно выполнять на территории. Это и добывать металлы, это добыть и глину, это и разобрать флаги врагов, это и убить 20 врагов мечом, и куча-куча ещё всяческого, то есть и исследования территории. Так что поехали потихонечку, потому что в любом случае нужно присутствовать на карте. Так, но единственное, сначала я начну с того, что я сделаю себе чутка стрел, потому что стрел у меня всего лишь 50 штук, а после последнего похода в тёмный, вот в тёмный, как бы, этот кристалл такой вот продвинутый, вот такой вот, вот такой из сердец, я понял, что там как можно больше нужно стрел, так что, ребятки, давайте сделаем. Они делаются 15 секунд, но как раз пока делаются, сложим все доски. Так, портал перетащили, ещё освободим от листочков и цветочков свой инвентарь. Небольшое количество рецептов у меня есть, но они все пока что высокого уровня, то есть третий, пятый, шестый, ну и тому подобное есть. Отлично, что вещи перекидываются сразу в инвентарь, а не надо там подходить, открывать сундук. Блин, как открывается телепорт, я вот просто от этого балдею. Просто шикарно это выглядит, конечно. Ну, поехали. По-любому сейчас кто-нибудь там будет, потому что это уже 100% наглядно, что там всегда кто-то присутствует, всегда кто-то бегает. Почему-то главное, чаще всего бывает так, что вот я вот появился, осматриваемся, а нет, вот я уже появился в чей-то мир. Вот, по-моему, это не честно, то есть я открыл портал, но в этом мире уже кто-то присутствует. Ну, на мой взгляд, это не очень круто и как-то, по-моему, не честно. Так, нифига тут, ребятки. Всё, будем ломать, и денюжки нужны, и материалы дополнительно нужны в любом количестве, как можно вообще больше. Блин, народ ещё больше его стал. Так, давайте вниз спустимся. Тут вообще творится чё-то, смотрите народу, сколько прибежало. Ну, мне кажется, потому что это... Потому что это халявная карта, мне кажется. Потому что вот я ключом воспользовался халявным, то есть он для всех, и поэтому так происходит. Так, у меня первое задание, это найти глину. Я вот пытаюсь посмотреть, глина-то есть вообще где-нибудь. Это у нас, по-моему, всё, земля, дерево и тому подобное. Так, чё это я разобрал? А, блин, металл просто вот немерено лежит, конечно, в инвентаре. Ой, не в инвентаре, а вот просто вот так вот. Так, отлично. Чё, ребятки, сундук пропустили, что ли? А, они просто не собрали некоторые моменты. Так, в принципе, в принципе, мне нужны ещё и тыквы, мне нужна и ткань, потому что ткань производится из определенных... Ну, из ткани делаются флаги, а мне задача сделать несколько флагов. То есть, в общем, есть чем заняться, но глину, я думал, найду, ну, как бы, керамическую. Отлично, смотрите, я кого-то, кого-то убил, а я от этого... Воспользовался дропом смаха... Ха! Я поднял всё с врага, который... Вот. Сосунки, нечего торопиться. Отлично. То есть, представляете, я его дроп стырил. Мне это нравится, мне это нравится. И сундучок. Ну, давайте тогда всё соберём. Может быть, я всё-таки найду керамическую какую-нибудь посуду. И тем самым добуду глину. Нет, что-то с осветильника ничего не упало. Куча факелов, куча всякого, всякого, всякого. Так, ладно. Давайте тогда дальше пойдём. Раз меня, так сказать, пустили вперёд, то зачистим здесь, конечно, подземелье, потому что ресурсов можно отсюда вынести просто невероятное количество. Так. Сейчас нам нужен не ментарь, нам нужен лук. Ну, невероятно, а. Ну, всё, убежал. Вот зараза. Я не понимаю. Вроде бы, вот смотрите, здесь трупы есть, да. То есть, кто-то кого-то уже убивал, и это уже конец, что ли? По-моему, да. А-а-а, я понял. Скорее всего, вот этот чувак, который его убили, он бежал, ну, то есть, убивал, убивал, убивал врагов, много и не собирал. Сюда прибежал, дошёл вот до этого монстра здорового, ну, офицера. Отлично, рецепт, это просто шикарно. И, короче, он его убил. Вот так вот. Так. Вот это мы выкинем. Эти кристаллы мне точно не нужны. Не так много. Так. Ну, денежку хотя бы. В принципе, не очень круто. Всего лишь один рецепт. Я думал, что-нибудь побольше будет. Нет, такая комната, честно говоря, не слишком крутая, потому что до этого я ходил, мне дали с таких сундуков довольно-таки хорошую награду. Это и фиолетовый меч, и, ой, молот, который я немножко поменял, и он у меня... И он у меня стал немножко другим. Так, уже здесь скоты, вражины. Киркой по башке, на. Блин, очень честно, очень неудобно сделана система... Это вот со временем, понимаешь? Вот поставки факелов. То есть как-то вот... Могли бы какой-нибудь... Могли бы какую-нибудь систему сделать получше, на мой взгляд. Так. Сбираем все, и вот это бы тоже забрать, потому что это уголь. Так. Не бронстоун. Гравий. Давайте вот так. Так. На факел переключаемся. И продолжаем. Потому что все-таки, мне кажется, еще там... Можно найти несколько... Ну вот, хотя бы сундучки. Но такое чувство, что здесь... Да что такое-то, а? Он факел поставил, видели? Сундучок, в который не заглядывали, он всегда будет вот таким вот... Пшик-пшик. И у него есть такая вот... Будет штучка вылетать. Пшикалка. Так, так. Куча материалов, которые нужно в любом случае собрать. Это, во-первых, и рецепт. Ну, давайте. Ну. На шестой... Жесть. На шестой уровень, блин, рецепт. Так. Это вот эти все материалы. Это по-любому нужно. Грибы давайте тоже скинем. Материалы соберем. Клыки скинем, материалы соберем. И чтобы еще скинуть, чтобы собрать вот этот вот последний рот. Так. Вот здесь вот есть подозрительная вещь. Камень... Ой, деревянный пол. Нет. Тут ничего под ним не оказалось. Иди отсюда. По-моему, все. В других щелях все зачистили, скорее всего. Да, здесь все зачищено. Ну, значит, пойдемте... Наружу и зачистим еще что-нибудь. Найдем. Это керамика, интересно. Нет, это ничего. Это у нас... Вот. Жалко не показано, что это, наверное, грязь. Все-таки не глина. Так. Ладно, давайте выходим. Раз. Такое дело. Так. Найдем какую-нибудь пещеру и будем уже там ковыряться, потому что... Я не вижу тогда смысла, раз тут все зачищено. Блин. Черт возьми. Так. Клесо, по-моему, вообще не в тему здесь. Так. Надо бы еще найти какую-нибудь пещерку-то. Потому что я сейчас и замерзнуть так могу. Чего-то я поторопился, наверное, ночью выбраться на улицу, потому что... Ну, кто не знает, ночь здесь страшна. Где-то волк. Блин. Жука-то какая у него еще глаза светятся. Так, ладно. Почему мне факел не дает тепла? Хотя должен, я считаю. Так, ну давайте куда-нибудь туда сбегаем. В любом случае, где-то есть пещера. Другой вопрос, вот, найти эту пещеру. Это, конечно, уже проблематично. Потому что мне нужно выполнить несколько квестов по собирательству материалов. Есть пещерка. Есть! Ладно, не пожалеем жизни. Немножечко упадем. Я стараюсь везде ставить факел в пещеру, чтобы определяться потом, что вы вот в этом месте были, а там, где не стоит факел, там вас не было. Ух ты, материальчик-то какой, как будто бы... Я даже, честно говоря, это... Так, ну все, что, греться мы не будем. Исключительно только греемся кострами. Такой принципиальный такой вот подход. Ну и ладно. Места на костер у меня нету. У меня даже места нету, чтобы собрать этот материал. Жесть какая! Невероятно. Так, сейчас мы посмотрим, чтобы выкинуть, потому что иначе я... Так, ну, наверное... Наверное, перышки. И что я собрал в первую очередь? Собрал... Камень собрал я. Какой я молодец. Офигеть. И что это у нас такое? Blue Steel Ore. Голубая сталь, что ли, получается? Нет, я... Может быть, это от слова... Ну, благородной стали, как бы... Голубых кровей, или как она там... Фраза-то есть же такая. Может быть, из этого выходит. Просто как-то странно. Так, ну, все-таки я нагреваюсь потихонечку, нагреваюсь. Похоже, помещение факела тоже нагревают. И от этого и я нагреваюсь. Морозная пелена эта спадает. Ну, раз я эту... Вот эту сталь вижу впервые, то, наверное, мне кажется, она какая-то особенная может быть. А может быть и нет, на самом деле. Что, скорее всего. А просто... Единственное, вот здесь вот есть такой минус, что вот когда вы делаете какие-то мечи, броню, оружие, вообще что-либо... Так, есть хорвест металл, есть задание. То в них непонятно... Как бы это правильно сказать? Параметры их непонятно. То есть вот если даже навести, допустим, возьмем меч. Вот все. Что? Ну что вот о нем? Вот понятно. Вот давайте, если даже мы прочитаем про этот меч... Ну, тут никаких параметров атаки или что-то подобного нету. То есть есть исключительно просто вот рассказано, что это вещь там сделана из этого. Бла-бла-бла. Но! Возможно, я... Ну, так как у меня проблемы с английскими, я английский не знаю. Сейчас секундочку, пока я заметил, как-то спрятана руда, так странно. То есть, возможно, когда мы, допустим, смотрим, ну вот, к примеру, читаем руду, вот здесь вот так вот, да? Может быть здесь что-нибудь написано, что это руда, там, такая-то, такая-то, и то-то, то-то может делать. Ой, прошу прощения. И тем самым, как бы, она, ну, и определяется ее крутизна этим. Ну, вот я просто, скорее всего, от моего незнания там внизу пещерки, я туда не пойду. Я туда приду, когда... Надо будет. Ну, когда приведет меня туда туннели. Так, кстати, вот эти кристаллики, мне тоже есть задание. Надо выполнить, которое для выполнения... Блин, что-то большие, большие туннели. Кстати, эти кристаллики можно сразу собрать. Ну, давайте предположим, что я выкину, даже и не знаю. Знаете, я что выкинул? Я в первую очередь сейчас разберу вот эти мечи. Потому что они мне... Как бы, сами они мне не нужны, а места они занимают. Так что, ребята, понимаете, что... Тупо... И вот сейчас я тут выкину немножко стрел. Вот эти вот. То есть, слот освобожу. Так, и собрать-то я и так просто не могу. Так, отлично. Так, давайте-ка назад вернемся, потому что я там пещеру... Вот... Ну... Полчара. Мой удар был последним, который был нанесен по мне. Слабо. Так, вот эту пещерку я пропустил. Может быть, кроме, ну, вот этих блоков, встречающихся кристаллов, которые для производства порталов нужны, может, тут еще что-то есть. Я же сказал. Я же сказал, что тут еще есть что-то. Блин, как же тут темно. Невероятно темно. Вот цвет, конечно, очень маленькую территорию света он задевает. То есть... Так, все больше... Ну, больше тут ничего нет. Так как руды вообще нужно очень много для производства всего, то есть даже вот для прокачки элементарных скиллов, там, профессий, то уж я не говорю о том, чтобы крафтить и собирать какие-то броню какую-то. Блин, вот это пещеры. Вот это пещеры, ребятки. Огроменные. Так вот, опять голубая сталь, отлично. Ресурсов очень много нужно, поэтому не брезгуйте собирать. Это прям вот я вам гарантирую, вам только плюс от этого будет потом. То есть вы всегда сможете и предметы скрафтить какие-нибудь интересные, и броню, потому что металл нужен и на предметы. То есть хотя бы бочки вот эти, к примеру, да, там есть бочки, хоть они и декоративные несут вид всего лишь, пока что, я надеюсь, потому что, может быть, со временем они какую-нибудь функцию начнут нести. То есть все равно на них нужна какая-нибудь сталь. имеется в виду, ну, железо, либо золото, либо, ну, вообще что-то такое тверже дерево. Вот так вот, скажем, или тверже камни. Вот так вот. То есть там нужны пластины, которые делаются исключительно вот из металла. Так, я прям не пойму. Я же говорю, освещение вот здесь немножко, оно, оно хорошее, оно классное, но, блин, его не хватает. То есть, либо какой-нибудь шахтерская шапка с этим, ну, с какого, с, как он называется-то, с, да, господи, с фонарем наверху. То есть вы зажигаете фонарь и понеслась. Или как в одной игре, я помню, не помню, как игра называлась, но там шахтеры, ну, или рабочие, не помню, какую функцию. То есть у них шапка была такая, и наверху, прям на, ну, то есть, типа каски было, и наверху свечка горела прям. И они бегали такие со свечкой на голове. То есть, ну, тоже как вариант. Просто все-таки это логично, это как-то правильно. Возможно, здесь это и есть, и я пока что просто до этого не дошел, потому что рецептов очень много. Крафтов тоже очень много, и, то есть, вполне ожидаемо здесь какие-нибудь такие предметы. Но прокачка этого всего довольно-таки тяжелая, потому что, во-первых, во-первых, тут нужно и множество ресурсов для того, чтобы прокачать что-либо. Так, вот здесь как будто я замен... Нет, мне показалось, что я как будто что-то заметил. То есть, во-первых, нужно очень ресурсов много, что проблема, потому что ресурсы, ну, нужно собирать, нужно находить, нужно за них бороться, честно говоря, потому что... Ну, в данный случай мне повезло, что там, может быть, не все решили ресурсы здесь собирать, но большинство людей приходят и сразу бегут там в пещеры, сразу искать, и даже пофиг на этих боссов, потому что они ищут реально ресурсы для прокачки там профессий каких-нибудь. И там золото! А-а-а! Прикольно! Мне нравится, как это все выглядит так. Надо сразу осветить комнату, чтобы не было проблем с освещением, потому что вот сейчас, если я уберу факел, то сразу станет в разы темно. Мне это немножко раздражает. Ну, вот, отлично. Сейчас все хорошо. И, ну, как видите, еще проблема не только в добыче. То есть, вот, да, вот я нашел хорошую пещеру, похоже, большую, со множеством материалов, но сразу видно проблема, это проблема инвентаря. То есть у меня забит уже инвентарь. Я один раз вот сходил в данжик, и все, мне уже не хватает места для руды. И вот тут тоже, наверное, есть такой момент, что нужно будет выбирать с самого начала, когда вы выявляетесь в мире, то есть, идти добывать руду и материалы исключительно, там, ну, может, дерево, там, что-что-то. Либо идти сразу в данжик, потому что в данжике вы тоже забьете инвентарь предметами, которые, ну, не захотите выкидывать, то есть это уже готовые материалы, то есть у меня видно вот уже и пластины, и вот эти рот, то есть и вот винты, то есть множество таких интересных материалов, которых, ну, не хочется выкинуть, потому что, из сырой, из сырой руды, они стоят очень дорого, и, ну, блин, то есть приходится там по 10, по 15, а то и по 16 или по 17 на целый блок, вот такой вот, вот такой металлический блок, то есть по целых 16 руды тратить, представляете, сколько вы... Двойной удар! Двойной удар! Ой, не прыгнул. Есть. То есть... Ты чё ж возьми... Есть, попал. Нет, вот здесь я, наверное, уже не попаду. Сейчас я добуду... Сейчас... Есть. Да что ж такое-то там? Ещё! Вот гад, а, издевается. Вот точно издевается. То есть, вам, конечно, решать. Игрушка очень интересная, на мой взгляд, потому что это очень хороший... Ну-ка, сказать. Понятно, что все такие песочницы и все такие игры сравниваются с Майнкрафтом. Тут неизбежно. Я никогда не скажу, никогда, ни в коем случае не скажу, что Майнкрафт говно, или он плохая, или она плохая игра. Это идеальнейшая игра, это просто прорыв был в... Ну, и в игровой индустрии. Не всем, конечно, он нравится, но я считаю именно так, что это прорыв был. И, конечно, будут выходить клоны, подобные игры. И вот Skyforge, это не клон, это подобная игра. То есть, такой же вариации добычи, выживания, строительства. То есть, одним словом, песочницы без сюжета. И эта игра, она даст очень сильное, так сказать, противостояние игре Майнкрафт. Так что, ну, это мой взгляд, потому что игра очень интересная, и она только начала развиваться, в ней уже очень много контента, в ней очень много, чем можно заняться. То есть, особенно, если вы еще с друзьями бегаете, то есть, можно толпой тут заниматься. Есть PvP, это вообще крутотецко. То есть, специальная PvP-арена, прям, где вы будете драться с врагами, добывать ачивки, зарабатывать какие-то скальпы или что-то еще. Я, честно, не участвовал еще одни разы в PvP. Так что, подписывайтесь на канал, если вы хотите увидеть дальше видео об этой игре. Ставьте лайки этой игре, потому что, чем больше лайков, тем больше видео я буду выпускать. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.